Когда вы последний раз говорили, например, своему близкому человеку слова благодарности? Ну вот, перестали придираться, просто подошли и поблагодарили мужа, либо жену, может быть, маму, папу. Я сегодня хочу поговорить с вами о благодарности, потому что это, по моему мнению, одно из состояний, погружаясь в которое, человек обретает новое «я». И, безусловно, в отношениях мы чаще всего замечаем друг за другом какие-то недостатки, какие-то пробелы. Нам начинает казаться, что вот человек к нам относится как-то не так, проявляется негативно, не соответствует нашим ожиданиям. И да, действительно, очень часто я, например, слышу от женщин, как я могу благодарить своего мужчину за что-либо, если он ко мне относится недостойно, нарушает мои границы, обижает меня, изменяет меня. Но здесь, безусловно, благодарить его, казалось бы, не за что. А с другой стороны, вы можете поблагодарить этого человека за то, что он стал вашим учителем и наставником, потому что своим негативным отношением к вам он показывает, намекает и прямым текстом сообщает «Обрати внимание на себя, полюби себя, повернись к себе лицом, прекрати служить этому миру первично, начни служить себе». Полюби себя, начни себя ценить, приведи в порядок самооценку, самоценность, ценности свои, самоактуализируйся, и тогда у тебя все будет хорошо. То есть даже в ситуациях, когда мы видим со стороны людей явно выраженное негативное отношение, мы все равно, используя благодарность, можем вырасти над этой ситуацией. Почему? Потому что если мы говорим о прощении, простить – корень рост. Простить. Благодарность, она в том числе и про прощение. Когда мы идем в прощение, прощаем человека, прости, мы начинаем расти. Прости – расти. А если же мы говорим, например, о ситуациях, когда ваш партнер в принципе не проявляет себя осознанно через недостойное поведение, то есть нет осознанного желания сделать вам больно. В этих семьях тоже очень часто мы встречаем ситуации, когда либо муж, либо жена не находит поводов для благодарности, а наоборот, что? Наоборот, находит поводы, к чему бы придраться. Так вот, есть такой паттерн негативного мышления, его называют фильтрацией. Фильтрация – это паттерн, который дает человеку основания собирать в копилку, аккумулировать только претензии. Вот муж оставил, значит, ботинки свои не там, где надо. А вот жена что-то забыла сделать, а вот ребенок не выполнил просьбу, а вот теща не так посмотрела. И паттерн фильтрация, он очень часто используется нами для того, чтобы набрать максимум вот такой негативной массы и через эту негативную массу выстраивать контакт. Не очень зрелый, между прочим. А попробуйте хотя бы на протяжении одной недели осознанно использовать фильтрацию, то есть паттерн фильтрации, только не в негативном ключе, а в позитивном. Попробуйте в течение недели находить основания, благодарить своего партнера в течение дня. Основания всегда найдутся, если у вас есть такое желание. Почему благодарность дает очень много позитивной энергии? Мы прекрасно понимаем, что когда мы входим в состояние благодарности, у нас активно начинают вырабатываться гормоны радости и счастья. Это может быть и дофамин, это может быть и серотонин, но чаще всего это окситоцин. Гормон такой социальный, гормон любви, гормон, который объединяет маму с ребенком, мужа с женой, парня с девушкой. То есть гормон, благодаря которому мы с вами способны формировать привязанность и нежность по отношению друг к другу. Да, там безусловно принимают участие и вазопрессин, и фенилотиламин, и другие гормоны, и эндорфины в том числе. Но окситоцин здесь играет очень важную роль. И удивительно, когда мы входим в состояние благодарности, то есть благо дарим своему партнеру, это элемент служения. Когда я человеку много раз сообщаю о том, что он свинья, он становится свиньей. Когда мы человеку много раз говорим, что он закрыт, эмоционально недоступен, черствует, сухарь, он становится таким. Потому что мы не замечаем каких-то позитивных проявлений в человеке. А каждый человек, которого мы осуждаем, замечает свои позитивные проявления. И тогда возникает вопрос, а зачем мне проявляться, если этого никто не видит? Поэтому попробуйте прожить неделю в благодарности по отношению друг к другу. Вот у меня на моих бесплатных программах, на моих бесплатных курсах, в которых, кстати, можно принимать участие из любой точки мира, вы всегда можете найти массу полезного материала для того, чтобы понять, как выстроить отношения, в которых у вас будет желание благодарить своего партнера, любить своего партнера, заботиться о нем. Как вообще встретить своего мужчину, женщину, например, либо мужчине-женщину. Как привести самооценку в порядок сексуальности, прийти к состоянию психологической зрелости. Это все у меня на моих программах, ссылка находится в описании под этим видео. Также есть ссылка в телеграм-канал «Женщина, которая смогла», где мы делимся очень интересным материалом, различные тесты, практики, и предлагаем девушкам для того, чтобы вы занимались самопознанием. Так вот, еще очень интересный момент, связанный с благодарностью. Когда мы регулярно благодарим своего партнера, хотим мы этого или нет, мы формируем ценность нашего партнера. И наоборот, когда мы говорим только лишь плохое своему партнеру, мы обесцениваем его. По какой причине это может происходить? Давайте возьмем, например, избегающий тип привязанности. Таких контрзависимых людей, для которых близкие отношения неуместны. То есть они небезопасны для них. Что значит небезопасны? Наверняка был какой-то опыт в прошлом, в рамках которого женщина либо мужчина пострадали в отношениях с родителями. Первый опыт любовных отношений, может быть, не первый и не второй, а череда каких-то сценариев не совсем приятных, где человек себя чувствовал отвергнутым. Рано или поздно формируется такая бессознательная привычка избегать близких отношений. Если отношения на дистанции, это нормально. Либо отношения, которые еще не дают никакой определенности, это тоже нормально. Но как только пара чувствует, что они становятся максимально близки друг к другу, чтобы избежать этой близости и не пострадать, вот этот избегающий тип привязанности начинает набирать критическую массу претензий. Даже там, где их не нужно набирать, эти претензии, они собираются для того, чтобы обесценить этого человека. Ведь гораздо проще расстаться с тем, кого ты обесценила, либо кого ты обесценил, в ком ты обнаружил массу недостатков. И тогда есть легитимное право не страдать так сильно. Ну да, мы расстались, потому что он такой плохой. Или она такая плохая. Хотя по факту всего этого могло бы избежать. И избегающий тип личности никогда не пойдет в благодарность. Почему? Потому что чем чаще он будет благодарить, тем будет больше, более масштаб значимости предаваться партнеру, которого ты благодаришь. А это неуместно и невыгодно для него предать масштаб значимости. Ведь если я предам масштаб значимости, и не дай бог мы расстанемся, или не дай бог у нас что-то не получится, вот это будет очень больно. И вот, кстати, по поводу избегающего типа личности, созависимого типа личности, я тоже очень подробно рассказываю на своих бесплатных интенсивах. Ссылка находится под этим видео. Поэтому регистрируйтесь, пожалуйста, и ни в коем случае не забывайте о том, что каждый вебинар в рамках, например, программы «Удобный или уникальный» это нереально крутые знания, нереально крутая информация, благодаря которой вы уже здесь и сейчас начинаете менять свою жизнь. Не когда-то потом. То есть там я даю конкретные ключи для того, чтобы вы могли стать счастливой женщиной. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, и развивайте себя, формируйте любовь к себе и строите счастливые отношения. Как в моей жизни благодарность проявилась, когда я начал благодарить своих родителей. У меня было всегда очень много претензий к родителям. Но как только я претензии поменял на благодарность, все поменялось. Все стало на свои места. Отношения улучшились, стали более теплыми, более открытыми. Я понимаю, что у многих из вас есть основания даже не благодарить своих родителей. Но если все эти основания обойти, вы всегда найдете повод для благодарности. Поэтому поблагодарите своих близких, и вы найдете за что. Главное, чтобы у вас появилось такое желание. И чем чаще вы это будете делать, тем более масштабнее вы будете становиться. Вспомните мои слова.